Призывались в принципе все в Харьков, были в областном военкомате, в подразделении охраны, прослужив там 2 месяца, писали в марте, в первые шли по призыву, прослужив пару месяцев, потом писали рапорт на перевод на боевую часть, попали в 93-ю бригаду служить, все с Харькова. Больше 30 человек у нас было со всех военкоматов, они считают только областной, со всех военкоматов, ребята писали многие рапорта, Саша, и нас было больше 30 человек, были мы направлены в 93-ю, в окремную механизованную бригаду доблестную, там сформировались нас. Вы так видите, доблестно. Она доблестная, но как же, одна из первых механизованных бригад, которая пошла в АТО, которая до сих пор там, без ротации, без ничего, батальоны только меняются, а она там все время. Я спрервал до 93-й, которая там что делала? Ну, с самого начала была, одна из первых бригад, которая пошла в зону АТО. Могли бы представляться для камеры, вы? Коля. 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 Максим. Игорь. Игорь. Вопрос такой, вот вы говорите, вас призвали, это мобилизация, это призыв, повестка пришла. Какой механизм был призыв? У каждого по-разному. Расскажи. Пришел, перепрописывался, остановился на учет, дали повестку. А перепрописывались откуда? Вы контрактник военный? Нет, был прописан по одному месту жительства, перепрописывался в другой. И просто одна из формальностей нужна была? Да, то есть, чтобы в паспортном столе мне поставили штамп, то есть я должен был встать на учет в другом уже военкомате. Стали на учет? Я пришел, да, мне дали повестку. Стали на учет, да, истинный аромат. История краткая, как бы, с повесткой все. Ну, дали и дали, то есть, не было там, не хочу, не буду. А вы, Максим? Мне позвонили, попросили приехать уточнить данные. Тоже из военкомата? Да. У вас какая-то военная специальность есть? Нет, срочная служба. А что, срочная служба где? Та же самая, 93-я, но раньше это была дивизия, а сейчас это... Но это воздушная десантка? Нет, это пехота. Пехота, да. Старшина, командир отделения. Приехал уточнить данные, получил повестку. Уточнили данные? Уточнил данные, был направлен 382-ю команду в областной военкомат отделения охраны. Все. А вы все равно придется говорить? По звонку. 2 марта в начале, это сборы были учебные, до 17-го, по-моему, марта или до 18-го. Ну, короче, когда первый приказ подписал президент о частичной мобилизации, или как там это называется. Кроме срочки, по сути, у нас ничего не было. Вы тоже в 93-е служили? Нет, я служил в программе ВСК. Ну, это сейчас ДПСУ называется. Это же она прокурорная служба Украины. Вы это познакомились уже там, да? Непосредственно? В автобусе, можно сказать. В автобусе. Ну, мы с Колей служили в военкомате, там познакомились в областном. А Игорь уже... Когда уже залезли на одно БМП, тогда уже были познакомились. Ну, даже в части как-то особо, ну, почти там. Ну, все приехали маленькими анклавами, нужно было перезнакомиться. Ну, он же... В Харьковичем сколько было? Да более 30, наверное, до 40 человек, наверное, 36 нас было. Карл, в Харьковичем? Да. Саши команды, 34. 34, у Саши, уточняю. 34 чая там было. Ну, человек владеет информацией полностью. Он же с парабеллумом. Ты команды осел в стороне? Информация, давай, из-за кулис, понятно. Да, у нас получился... Где вы, да, да, рассказывали. Получился целый взвод. Хотели нас разбросать, раскидать. Кого в саперы, кого в зенитчики, кого куда. Мы сказали, нет, мы приехали одним автобусом, одним автобусом поедем домой. Ну, так как бы остался взвод. И получился у нас батальонно-тактическая группа танковая. 4-я БТГР. Ну, так... БТГР никому ничего не скажет, а... Тактическая группа, это танковая рота. Или больше взвод. Ну, ладно, пускай будет танковая рота с прикрытием двух взводов пехоты. Это была группировка резерва командующего сектора. Тогда еще хамчака, генерала. Мы были резервом, вернее, генерала хамчака. Вы в аэропорт попали в каком месяце? Вот, ну, может, до аэропорта еще немножко... Да, где? ...поблукали по Донецкой области. Ну, выходили, вышли в район боевых действий в начале июля. Стали лагерем. 8-го июля. Ну, 8-го июля, да. Место скажете? Поселок Андреевка. Когда-то там был. Вы в какой инкупировке попали туда? Это принципиальный вопрос. Каждый со своим. То есть просто со своим? Все со своим. Ботиночки свои, форма своя, карематик свой. Автоматик. Автоматик Родина дала. Автоматик и патрончики Родина давала. Все остальное. Ну, наверное, процентов на 90-е экипированные мы были только со своим. А остальные? Ну, остальные там что-то в части перепадало. Где-то как-то выкручивались, где-то волонтеры успевали привезти. В основном нам выдали, конечно, штатно, что должно выдавать, что выдается на срочке. То есть это был вещмешок. Сидор. Образца 41-го года. Который, наверное, 18-го, если не раньше, еще так сказать. То есть дубок. Супер украинский камуфляж, который не стирается на горит. Нам выдали то, что было, по сути. Нам выдали то, что было. Не, на тот момент это же вообще, как бы, мы об этом и не говорили. Нам это не нужно было абсолютно. Мы рвали. Вы даже понимаете, это же, вот в прессе это все, вот это об этом манусируется. Вот как пришли солдаты, что они были совершенно неподготовлены. Совершенно не было. Конечно, неподготовлены. Но а как? Ничего не было абсолютно. Чуть ли не в тапках этих пластмассовых. Не, ну, Глеб, ну посмотрите, кто из нас солдат. Ну, здесь солдаты есть. Ну, понятно. Лекари, пекари. Лекари, пекари, дворники, доктора. Да, то есть, ну, у каждого своя профессия. Профессиональных военных-то у нас не было. Никого. Ну, максимум срочная служба, год-полтора. У нас даже и срочная служба были, да. Были ребята, которые вообще срочку не служили. Были такие. Ничего. Коля совсем согласен, да? А, согласен. Были ребята, которые не служили. Ну, ничего. Свели нас в подразделение. Провели с нами даже один раз боевые стрельбы. В смысле учили, да? Ну, учили. Хотя бы нужно было показать и напомнить людям, как с оружием обращаться. Чтобы они сами себе ноги не постреляли. Это было для этого. Постреляли, да. Сколько нас там? Да, чуть меньше недели сводили в подразделение. Раз, два, раз и туда. И туда. И на эшелон и поехали. Прошли мы маршем почти сутки. От станции Чаплина в Днепропетровской области до поселка Андреевка. Это у нас командир батальона такой. Мама не горюй был мужиком. Мог провести нас днём и ночью куда угодно. Редкость такие официальные. То есть марш на машину, да? Да, на броне, как положено. У нас же были случаи, когда останавливали? В смысле останавливали? Местные жители останавливали? Нет, нет, нет. Этого уже не было. Нас никто уже не задерживал. Нас местные жители могли только остановить. Это воды нам привезти, сигарет привезти. Предложить помощь какую-либо. Это марш. То есть в всех районах, в принципе, к вам насилие исполнено? Да. Вы знаете, у меня врезался случай в голову. Мы шли уже по Донецкой области. В основном в поселке это женщины, старики и дети. То есть мужчин призывного возраста, ну грубо говоря, взрослых мужиков. Ну, прятались они. Они боялись. Ну, армия идёт с флагами, на броне. Это внушительно. Да, лучше спрятаться, а то вдруг снимут в Нацгвардию. Да, из автобуса. Да, да, да. С автобуса в Нацгвардию снимут. Ну, так вот идём же по селам. Некоторые селы вообще люди прятались просто. Ну, боятся. Ну, это же непонятно. Война, техника идёт, что там. И две улицы, получается, они параллельно друг к другу, но у них дворы выходят друг на друга. Ну, получается, межамки между друг другом. И выскакивает мальчишка, она лет, наверное, 15-16. И он с жёлто-синим флагом по огороду бегает и прыгает. Один на весь поселок. Единственный вообще живой человек, которого мы увидели. Ничего себе. Да, вот это... Это на то время, когда по времену. Да, это лето, это то есть... Ну, это знаете, мы когда вот ехали, вот, там, по-моему, уже на тоненькое, это там, когда первый раз мы попали, там, забыл как-то, высота называется, под миномёт. Но людей вообще нет. То есть, людей вообще нет. Это район Водиного. Да. Ну, пустые посёлки. Да, то есть, ни людей, ни животных, там, знаете, там, курицы. Кошки брошенные, да, хозяйство какое-то. Да, мы уже назад с аэропорта выходили, да, то есть, живые посёлки, там, дети на велосипедах катаются. То есть, после соседей просто попрятались. Парочки ходят. Я думаю, или попрятались, или уехали временно, не знаю. Нет, ну, да, то мы перепрыгнули, да, издалека. Давай уже последовательно. Давай. Вышли мы в район боевых действий, да, потом ставились у нас задачи, там, разведывательного характера, прикрытие передовых частей для организации блокпостов. То есть, мы выезжали там несколькими отделениями, танками, прикрывали, пока работала техника, копали укрепления какие-то, ставили блокпосты. Ну, мы выполняли задачу, отходили. Там, ставили там новую задачу, мы снова выходили. Ну, и так приблизительно, где-то неделю мы по полям ездили, не возвращаясь в базовый лагерь. Но еще таких боевых действий, как-то, еще не было. Для нашего подразделения не было. Нет, мы были... А вы были командир... Отделения, командир машины БМП. А вы? 106-й лог. То есть, вы как бы в подчинении получили? Да. Ага. То есть, выходили вместе? Да. Я пытаюсь вас на разговор, чтобы... Хорошо, да. Продолжаем. Итак. Потом была поставлена задача нам зачистить... Ну, я не знаю, зачистить, наверное, это грубо звучит. Посмотреть... Проверить. Да. Пробить обстановку, наверное, так сейчас правильнее будет. Пробить обстановку в двух поселках, это северная и тоненькая. Они там поселки-спутники, они там рядышком друг к другу. Ну, опять же, брошенные кошки, закрытые дома и ни одного местного жителя. Заехали мы, стали лагерем. Ночью пост... Ну, опять же, выставили охранение, как положено, назначили посты. И ночью поступила команда, командира батальона. Мы как раз в коле были в охранении возле командирского танка. Двигаемся на горловку. Команду, команду общий сбор, уходим на горловку. Ну, с учетом, что мы уже более 12 часов, наша броня ездила без дозаправки, а до горловки по трассе даже только 40 километров. Мы прикинули, что нам что-то предстоит совсем интересное. Ну, двинули мы так называемую горловку. Ездили мы там по волнам, по полям, по карьерам, среди ночи, без фар, без ничего. Потому что до Донецка всего 10 километров, 15. Но все же знаем, в Донецке же стрелков приехал, и все-все-все товарищи уже там. С Славянска. Да, они же со Славянска дернули ногу. Убежали. Отошли. И выезжаем мы на возвышенность, проходим через Зеленку, и справа от нас взлетно-посадочная полоса, светящаяся надписью Прокофьев. Красотень, все светится, все сияет. И вот тут мы так друг на друга посмотрели, мы поняли, где мы. Ну, мы поняли, что мы в Донецке. Ну, хотя мы шли параллельно, там до сих пор есть такая часть «Зенит». Позывной у них это «Зенитная часть». Они в окружении бились достаточно долго до нашего прихода. Мы были первые, кто к ним приехал. И мы прорвались в эту воинскую часть без единого выстрела, без потерь. Они в окружении, мы прошли к ним, они там встречали нас. Они думали, что мы там крутючий, навороченный спецназ к ним приехал. Прорвался, да, сквозь окружение. Да, 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 прорвались сквозь окружение. А вы лекарь и пекарь? Ну, само собой. Ну, мы классные пацаны, фильмов нас смотрелись на броне, мы рейнджеры. Мы приехали, встретили нас как дома. Напоили, накормили, обогрели, спать, положили горячая вода. Более ли, эта часть в окружении. Это женщина-повар, ей отдельное спасибо, которая, ну, а то она как мама. В поливом слое, то есть она вот находилась в окружении с этой частью? Да, да, да. Они переодевались в гражданскую, гражданские привозили овощи, фрукты туда. Ну, там же много местных жителей. Служили как, ну, гражданские, да, на службе воинских. Эта часть, которая там находилась, она пользовалась какой-то поддержкой в местном населении, раз они привозили? Ну, да, по возможности, сами выходили, местное население привозило. Там солдаты-срочники из Донецка служили. То есть это, да, 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 ну, они что-то все друг друга знают, в принципе. Все же ходили туда как на работу, да, потом тут бах, и все, и мы в районе веско. Ну, и все, так вот получилось. Мы приехали туда, переночевали. На следующий день, рано-рано утром, да, поступила команда, уходим на Донецкий аэропорт. Ну, у нас одно отделение, да, один танк и одна БМП с отделением уже ушли на порт туда, ну, дорогу пробивать. Ну, и следом за ними мы уже ночью прошли в Донецкий аэропорт. Ну, там был случай у нас курьезный. У нас танк застрял среди ночи. Ну, вот из пяти танков один застрял. И мы поехали его ночью искать, потому что танк надо было либо взрывать, снять БК, вооружение, какое можно унести, и взрывать. Ну, чтобы не достался противнику, само собой. Вот мы поехали до двумя отделениями пехоты, один танк с нами поехал. Целую ночь мы гудели, копали, гудели, 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 гудели. А утром в интернете все, что у нас есть, господин Стрелков, Великий Гиркин заявляет о том, что в район Донецкого аэропорта зашла группировка, там чуть ли не 50 танков, там куча пехоты. Спецназ? Это потом, это потом мы уже были неграми в шароварах польскими. На армсах. Да, мы посмеялись. Говорят, ну хорошо. Мы гудели, гудели, мы танк. Он думал, что это колонна идет. Они думали, что это идет колонна, но я так понял, поэтому они по нам и не стреляли. Почему? Потому что беспрерывную целую ночь гудит техника. И привет на надрыве, что они едут и едут, и едут, и едут бесконечно. Понятно, что там. Это он посчитал же, раз, 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 раз. Нет, ну это разведка есть, поэтому разведчик услышал танки и километрах четырех на дереве сидел там, слушал. В основном, как это бывает. Понятно. И попали мы уже в Донецкий аэропорт. Приехали мы часа в четыре утра туда, по-буду, там достопримечательностей посмотреть как бы не разрешают нам, потому что много мин. Уже тогда было все мин. Наши оппоненты много нас оставляли там сюрпризов. Поэтому разминирование серьезного там не проводили, ну как бы подвалы зачем, заминированные, заминированные, ничего лазить туда. Ну и как бы, чтобы на своих не нарваться. На тот момент там стояли, ну, третий полк, само собой, 72-я бригада и десантники 25-я. Правый сектор был? Нет. Правый сектор появился первый у нас. Это в конце августа месяца. И поступает команда о том, что мы в 6 часов утра, в 5 вернее, должны выдвинуться в район поселка Пески, занять его и зачистить. В 5 часов утра начнет работать наша артиллерия плотная. По блокпостам у них, значит, один блокпост в районе Донецка и один блокпост под мостом. Республика Мост, там есть, это уже наши имена званые, да? Ну вот, этот мост мы должны были штурмовать нашим отделением. Ну, двумя отделениями пехоты и тремя машинами танк. То есть это получается первый бой? 21-го числа. Не, ну, да, стрелковый бой, именно полный контакт, как положено. Да, это был первый бой для нашего подразделения. Мы выдвинулись, ну, как всегда, гладко было на бумаге. Забыли про овраги, а по ним ходить. В итоге про овраги у нас забыли. Кто-то с кем-то не связался, кто-то кому-то что-то не доложил. В итоге наше подразделение двигателями перед Песками молотило почти 2 часа. Вот, в километре стоят, они нас ждут, наша артиллерия стреляет, танки гудят, все ждут. Все готовы. Мы готовы, они готовы. Команды нет, понятно. Ну, а ждем три зеленых свистка в воздух, чтобы взять и всех же там. Там же ничего делать же на самом деле. Там артиллерия все разбила, там только пойти раненым помочь и поскладывать товарищей в пакеты. И все. Ну, мы зашли в поселок Пески. Красиво, что-то положено, под флагами, на броне. Навязали себе на руки свой-чужой. Тогда еще, ну, как бы это не практиковалось. Одни из первых мы ввязали, ну, в наших подразделениях. Мы навязали себе, разорвали жилеты в аэропорту, оранжевые, на полоски. Да, понавязывали себе оранжевые полоски. Это была грубейшая ошибка, ввязать себе оранжевые ленточки в бою. Ну, в итоге, получается, у нас части... Одно отделение у нас прорвалось к мосту. Одно отделение, к сожалению, отстало. Ну, может, и к счастью, что мы отстали, получается. Вот Калюня, с частью, отделение прорвался к мосту. Мы с Иорем не дошли метров 200 до него, потому что у нас завязался встречный бой с правого флана. Нас впустить впустили, а выпускать не собирались. И все, они все сделали красиво, потому что... Мы вырвались под личностью. Ну, мы влетели, как Красная Армия в Берлин, я не знаю, на ура. На команду. У нас был всего один офицер. Один офицер, это был командир батальона, командир танка. Он не пехотный офицер, он командир танкового батальона. Он танкист. Нет, ну, он как бы задачу поставил, но у него в подчинении командиру взводов два мобилизованных человека. Это Старлей Горыныч, Юра Григалюнас и Вадик Бичук наш. Это хирург, медик. Ну, воевать-то он не умеет. Никто ему это не учил. Он понимает, да, что надо брать вперед, ура. Война же, она чуть-чуть по-другому выглядит. Не так, как в кино. Как в кино. Да. В кино... Ну, так и получилось. Вот Вадик с частью пехоты прорвался, да, мы отстали. Отвязались в бой. Ну, и тут артиллерия, боги войны начали работать по нам. Ну, все. И уже под минометным обстрелом мы пытались пробиться. Мы же слышим, стрелковый бой, техника. Вы видели, что один танк наш уже горит. Бой идет. Мы же пытаемся пробиться. Нас почти шесть человек. Почти добрались. Ну, шесть человек отстало нас. От основной группы. От основной группы нас... То есть вы, получается, в шестером приняли бой, вот этот вот, который, да? Ну, нет, ну, там ситуация такая была, что за танками... Мы нам поставили задачу идти за под прикрытием БМП. А БМП поставили задачу под прикрытием танков. Там чекерванули вперед, БМП за ними. Ну, а мы пешком полтора километра бежали. Экипажи. Первый бой. Горячка. По ним стреляют, они газу дают. Вот и все. И, получается, вся бронетехника с боекомплектом, который нам нужен дальше будет для ведения боя, все, уехала вперед. А бежать в бронежилете СБК со всеми этими цацками под огнем. Ну, по прямой по дороге еще можно бежать. Но по пересеченной местности в посадке двухметровой... Нам пришлось уйти с дороги, потому что откроют дорогу, это открытая местность, по сути. И когда начался с права встрелки, нам пришлось на одну из такой дороги перебежать, но в кусты заросли. Передвигаться было, ну, церковь понимает, это было не таки тяжело. То есть... Чувствуешь себя в джунглях. Потом назначили специально отрезать минометным огнем, по сути. То есть сидел корректировщик. Их корректировщик. Ну, фактически, да, на 5-10 метров там отползаешь, там вот перебегаешь. Ну, так били прицельно, били по нам постоянно прицельно. Да, мы уже пока не вышли из-под огня ихнего. Ну, в итоге, получается, что мы друг друга растеряли. Мы отошли на аэропорт с ранеными и убитыми. А ребята остались под мостом. А связи нет у нас. Мобильные телефоны... У всех отключено? Ну, не у всех. Я, допустим, оставил его в аэропорту вместе с лещами. Мобильный телефон. Колюня пытался дозвониться. Потом мне высказал все, что он обо мне думает. Нецензурной форме. Это телефон надо брать с собой. Ну, так мы повоевали в Песках. А вы как прорвались тогда? Ну, скажем так, как бы, получилось. Вот когда начали бить ненаметы, я там собирался пить не на одну сторону дороги. То есть, тоже, я как раз по той стороне, когда собирался, как бы, ну, я передумал. Пошел по другу, как бы, то есть, ну, чуть-чуть вперед урвался. То есть, опять же, это все адреналин, скажем так, как бы, то есть... У страха глаза велики. Все стреляют и все по мне. Было, что они по левой стороне там пошли. То есть, я был уверен, что они, там, обойдусь, скажем, к мосту. То есть, когда к мосту уже подошли, более, там, группа людей, которая прошла, там, чуть больше десяти человек, именно пехоты, скажем так. Там, как бы, снайперачки у нас отработали, там, одного человечка отранили. То есть, второй, начал, казать, ему из-за мощи убили. Ну, и, то есть, и более вытянут, скажем так, безопасно в зону. То есть, более, скажем так, в начале второго года. Кушкова нас бились под этим, там, нас, ну, тоже, как бы, что делать, как делать, ну, то не знает, скажем так. Ну, потом начали более, скажем так, входить в ритм работы, то есть, развеотачиваться, то есть, занимать более круговую оборону, чтобы не могли подойти хотя бы. Там, еще у нас боец, там, раненый, там, смог доползти, как бы, хорошо, то есть... Сколько у вас вошло, вот, ну, там, двенадцать, может, то есть, как бы, ну... И потери какие? Ну, получается, при мне два раненых вывезли, одного убитого, точнее, нет, обманы три раненых, одного убитого, это то, что при мне. То есть, именно, когда дошли, и одного человека мы не смогли забрать убитого, то есть, как бы, ну, это то, что я, боковое зрение, когда видел, что слева пошли обходить, то есть, ну, далековато, нам не дали к нему подойти просто. Отсекали снайперы, как бы, то есть, они, там, в принципе, хорошо были укреплены, то есть, умно было. Сколько примерно человек, как вы думаете, было против вас? Да, немного, я не думаю, что там больше взвода было. Больше, то есть... То есть, примерно, можно сказать, что было наносим? Или было больше? По численности, я не могу сказать, я думаю, что, коли проще... Скажем так, как нам, когда доводили задачу, нам говорилось, там, пятнадцать человек на посту, по данным разведки, как бы, ну, общаясь с людьми, уже, скажем, с того же третьего полка, уже, когда мы в аэропорту стояли, они ездили туда, в разведку, скажем так, под местных, переодевались, там, катались, как бы, рассматривали, общались, ну, так вот. То есть, там было более пятидесяти, ну, так как, то, что, да, это то, что, ну, как бы, говорили люди, то есть. А почему была ошибка ваша? Почему? Оранжевые ленточки, да. Мы не ориентировались на местности. Нет, нет, вот, оранжевые ленточки, которые... Оранжевые ленточки, ну, потому что, свой, чужой, допустим, даже свои могли стрелять по оранжевой ленточке, потому что, ну, на тот момент же они все, с георгиевскими лентами все. Ах, ну да. И мы с оранжевыми ленточками. Прекрасно. Да, да, да. То есть, встретились мы уже, ближе к восьми часам вечера. То есть, вы просто... Мы друг друга порастеряли, да. И мы встретились уже в нескольких километрах от аэропорта, ну, на ближайшем блокпосту. Мы вывезли раненых убитых с аэропорта вместе с разведчиками. Их привезли уже на блокпост. Они там уже собрались. Их комбат... С комбатом ходили, искали потерявшийся экипаж танка. Машину подбили, экипаж спасся. Они там бегали по огородам, их искали. В тот момент был ранен командир батальона наш. Он уже вместе с пехотой ходил. Не на броне, потому что... У него были слова, что он говорит, я в броню спрячусь. Говорит, у меня пацана тут бегает. Я, говорит, броня буду сидеть. И он, как пехота, бежал рядом с машиной. Керувал боем. Были те, которые... Ну вот, знаете, в первый бой это... Вообще страшно все время, понятно. Но все-таки были люди, которые психологически не выдержали, допустим, ушли или не приняли. Назовем их... Нет. Я хочу рисовать дезергию, я хочу сказать. Нет. Отработали все потом уже, да. Потом уже на каждом... Переосмыслили, что было. Да, да, да. Мы когда вышли на аэропорт, мы когда вышли на аэропорт, аэропорт начали накрывать, короче, окрадами. То есть фактически помогли медикам стабилизировать наших раненых. Там медики были. Медик один был с третьего полка. И еще один, я не знаю, помощник, в этом я не знаю, кто... Ну, фельдшер, не знаю, да. Это с десантником, санитар, по-моему, если не ошибаюсь. Мы вышли туда уже, когда мы вышли туда уже без единого патрона. То есть все, БК у нас закончилось. Да, ни патрона, ни гранат не было, ничего. Мы выезжали... Значит, мы у ребят попросили патроны, как бы, да. То есть они нам дали... Мы зарядились, у нас было БМП. То есть как бы дальше, что нам делать? То есть как бы, мы не знали, что нам делать, потому что такая связь у нас никакой не было. То есть что нам делать? Ну, связь, может, какая-то. Нам назад, потому что там ребята аж остались, как бы. То есть нам, БК надо, если у нас мы пустые, они же тоже пустые. То есть нас там ранены, опять же, все такое. Нам сказали, что мы должны вот этих вот раненых... Забрать своих раненых убитых, погрузить в машины и вывезти на ближайший блокпост, 15-й, если не ошибаюсь, какой-то там блок был, на 15-й блокпост должны были мы вывезти, чтобы дальше их нужно было транспортировать, потому что все трое раненых наших были тяжелые. Все были тяжелые, как бы надо было их вывозить. Мы их вывезли, в итоге не санитарных машин, ничего. Это ребята из Днепра, да, или из Донбасса? Днепр один там стоял. Днепр один, да. Они, ну, как нам стояла задача, значит, мы должны были там вообще, ну, просто затоптать эти пески, там, стрелять даже не надо было. Я так понимаю, замзадача была следующая. Мы, ну, тоже, можно сказать, лучше с дотунки, вырываемся внутрь, рубаха, да, и потрясем их изнутри. Снаружи должно было, там информация такая была, что должно было ударить там чуть ли не там, не шесть батальонов. То есть убали все. Ну, руберовка, там, порядка двух тысяч штуков. А практически вошли в пески только мы, и, насколько мне известно, потом еще по ходу боя подтянулся правый сектор. И, собственно, все. Не было, главная ошибка была, по сути, то, что не было, во-первых, связи. Потому что... Слаженности не было подразделения. Было потеряно управление. Мы не знали, кто один. Мы могли трудно перебить. Понимаете, мы, когда оттуда выходил один из наших танков, хотя он у нас там, там, 150 метров был, да, допустим, мы не знали, это наш танк едет или не наш, понимаете? Чей-то макет по ситуации. Потому что под мостом будет, то, как, ну растает, затих, то есть волнами. Отработали 3-4 минуты, тишина. Кто его знает? Что за машина идет? Мы фактически вперед перестали уже двигаться, когда по нашей группе наш танк два раза быстрый. Понимаете? Тут кроет медовед. Понимаете? И тут еще, получается, мы подходим. Я, когда первый раз, вообще ступок поймал. То есть я встал тогда в полный рост. Настолько для меня это было, ну, шок. То есть я этого не ожидал. Когда он второй раз выстрелил, я опять упал, короче. Оранжевые ленточки. Оранжевые ленточки, да. Оранжевые ленточки. Ну, они же летут в горячке в бой. Он видит, вот такая лица. Может, думать, все здесь должны быть. Когда танчики оторвались от группы пехоты, по сути, то есть это была, конечно, проблема. Ну, это все, понимаете, как и это отсутствие опыта, в первую очередь. Отсутствие опыта, потому что люди, ну, просто взяли в руки оружие и пошли. То есть я так относится ко всем. Это относится не только к приходе, это относится и к механику-водителю, который вчера там трактором управлял, понимаете. И наводчик, который в башню сел, понимаете, первый раз там за 15 минут. За 20 минут до штурма. Да, да, потому что у нас не было наводчика. Ну, ни одна пушка, например, БМП-пост, они были все клинаны. Она не стреляла. То есть стреляли только по ката. То есть, понимаете, из трех машин две заводилась толкача, понимаете. Одна машина пихает. И 50 танков вот тут гудили. Да, да. Поэтому, скажем, говорю, один гудит, один стреляет, третий ездит. Поэтому, ну, к сожалению, да, на тот момент была такая ситуация с техникой. Это июль, да? Это июль. То есть, июль месяц получается. Ну, как бы ровно двое получается, да? Да, мы с ребятами встречались за 21 июля. То, что тогда поиграл Саша Луренко, назоверчанин. Героически поиграл. Вместе со своим экипажем. Довя минометы. Героически потому что, что он сделал? Потому что, фактически, во-первых, он расстрелял весь свой боекомплект по противнику. И потом не отцелуфил, не вышел из боя, просто-напросто уже пошел на таран-танк. Потому что, не знаю, просто раздавил, насколько я знаю, две минометные позиции противника. Ну, опять же... Автобус с подкреплением. Да, да, да. Там все... Именно раздавил, то есть, вернулся на шестей. Он уже вернулся в Донецк. Да, он сам в Донецк летел и фактически расположение противника. Он уже без боекомплекта был? Ну, пока он туда прорывался практически, он весь боекомплект расстрелял. И я, насколько я знаю, он уничтожил, в том числе вот этот автобус с этими сепарками. Ну, с подкреплением, да. Люди, в чуре, да, в какой-то черной форме, там, космонавты какие-то. Ну, вот так. Ну, опять же, это мы знаем со слову ребят, которые были на той стороне. Да, мы же разошлись подразделение разделилось на две части. У нас там 20 человек, мы, наверное, по 20 человек разошлись по сторонам. Да, да. После боя, вы говорите, чтобы потом пришло в сознание и начали люди, как вы ходите. Ну, 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 вот это, как, как, так, вот, так, вот, объясню, да. Продержав там оборону более 4 часов, просидев, не знаю, не подойти и что делать, да. Как бы, нет, то есть, правильно, как говорят, то есть связи, да, чтобы получить какую-то команду. То есть задержать, отходить или что-то продвигаться дальше, допустим. С кем дозвонился Саше Колею, с кем я говорю, у нас потери, нужно было быть раненых убитых, и что вообще делать? Я говорю, приедьте, они пошли на вторую сторону. Он говорит, мы приехать не можем, нас тоже разбили, крепко потрепали. Ждите, скажем так, люди, скажем, что про джойстик, ты ему говоришь, что он делает? Он смотрит на тебя, тоже глазами говорит, что делать? Я говорю, сейчас приеду, спокойно, наблюдая сейнтер, кто-то идет, стреляет. Пока мы с ним приедем, приезжаю. Как будто надеюсь, даешь человеку, более бежен. Когда нашли экипаж танкистов, которые подбили, все уже отошли, скажем, более на позиции. И потихонечку, скажем, уже начали там собирать своих, допустим. Пошла часть, шла на аэропорт сранены, потом дальше, на выпуск. Один человек, допустим, который шел с нами на нашу сторону, там, Беска стоял уже с подкреплением, подошел там, роботолет, там, добровольческий батальон, и, как бы, он был с ними, потом с Сашей Акали, там, со Союру, по которой, там, шли на ту сторону. Ну, как бы, более собрались уже в куче, ну, те, кто вообще в этом батальоне состоял. То есть, и было там дальнейшее решение, что куда вообще делать, ну, ехать. По факту, командира непосредственно нет, потому что раненые его увезли, то есть все. Команды нет, получается, задачи нету. Да, командиров батальона нету, командиров взводов нету. Ну, каждого, скажем, есть свои люди, то есть. Б-комплект, сержанты, в вашем случае. Сержанты, пекари, либо люди назначены. То есть, а просто так было. Там увидел, что ты в Саура пошел, ты понимаешь, что он шел туда, и ты понимаешь, что, возможно, он там погиб. Потому что связи нет. А вы общались по мобильному телефону? Да, по мобильному телефону. Да, получается, ну, как, не точно это там, но я выключу или оставлю. То есть, допустим, мы не говорим о рации каких-то, спецсвязи. Рации не было. То есть, звонок Саня, алло, я. Да, рации не было ни у Пехрута, ни между машинами, не было связи. Связь это было вообще не так? Не было связи. А у вас это все даже начало. И все этот татчик, который вот выходил, то есть, когда я до товарища обращаюсь, что делать? Приказ, скажу, то есть, что нам делать? Летал, антенна торчит, связь ершечная, да? Нет связи, а что есть? Приказ на улицу, понимаете? И потом смотрю, то есть, на танке там танк подвитый, как оказалось. Ну да, мы ели Чехков пыхал, я не знаю, мы до аэропорта довели его. Нас же свои чуть в аэропорту не разбили. Потому что флаги сняты, все снято. Оранжевые ленточки? Оранжевые. Не, ну, с расстояния в 4 километра сильно оранжевую ленточку не увидишь на пехотнице в бинокль. Там ту ленточки несчастной. Ну, когда мы заезжали, это хорошо. Серега Шарамба, оператор-наводчик машины, он сориентировался. Когда мы выехали уже на взлетку с ранеными судьями, танк идет впереди и БМП идет сзади. Ни белых полос, ни кругов, ни таких обозначений у нас не было понятно. И там уже была команда к бою. Противник наступает стрелы через Пельск. Скажу, Серега сориентировался, я достал флаг. Из машины Верлюка подал мне флаг, наверху на броню я поставил флаг. Слава Богу, мы сориентировали, что по нам не будут стрелять. А так ребята уже были готовы нас раскрошить. Спасибо большое. А то нас достретили. Все вы попали в аэропорт и начали? Нет, еще нет. Мы отошли с подразделения на блокпост. Десять дней нам дали передыху. Подмыться немножко, прочухаться, восстановиться. Подразделение переехало на другой базовый лагерь. Садки мы называли. У нас отлично, правда, сады были там. Яплочные. Ну, второй батальон там стоял. У нас расположение второго батальона перевели. Получается, мы переехали туда лагерем, там стали лагерем. Ну, а так как командира нет, подразделение никому не нужно. Ну, как бы, кто будет этим заниматься. И подразделение разбили на две части. Часть людей, два отделения на двух БМГ, ушло. Сопроводить колонну в аэропорт. Значит, нам сказали как. Ребята, будет ротация в аэропорту. Второй батальон заходит в аэропорт. Нужно прикрыть вход второго батальона. Усилить, пока не пройдут ротацию. 72-й бригада. И прикрыть отход. Вопрос, поедем. Возьмите с собой там карематы, спальные мешки. Будем переночевать. Ну, и сухбая там будет. На двойник. Воды. Ну, зашли в аэропорт. Дали нам кусочку. Под названием енот, там, 700 метров от терминала. Известная точка, кстати. Это потом она стала известна. Это другая сессия. Это позывной. Позывной, который переходит по наследству. Енотами стали называть десантниками. Это десантура уже еноты были. А мы были одни из первых енотов, которые воевали там. Это, значит, ну, если может помнишь карту? Ну, давай так называем. Значит, башня. Это, если смотреть со стороны звуковой полосы. Башня. Пожарная станция. Новый терминал. Старый терминал. Магазины, там, ангары, тра-та-та. И дорогой будет вот сюда. И здесь таможенный терминал. И охра, и все, и все. Это город Даницк. Это город Даницк. Это улица Плёдная. Это город Даницк. Вот. Это был наш пост. Да. Это был наш пост. Там мы провели. Не забываем их почти два месяца. Это после того, как вам сказали, что на два дня. На два дня, да. На два дня мы заехали туда. Мы сказали большое спасибо нашему команду. Мы были очень рады. Ну, нет. Просто мы поняли, что нас чуть-чуть опрокинули, когда наши товарищи 72-й бригады быстро-быстро грузились на БМП. Говорили, пацаны. Удачи. Тут все классно. Тут тишина, покой. Только как санаторий. А, что? Горячая вода, кондиционеры, туалеты. А, воды уже не было. Воды не было. Воды уже не было, но были кондиционеры. Свет. Было электричество. Была электрическая плитка. Можно кушать. Столовая большая. Там лохра их не было. Охраняли эти аэропорты же. Замечательно. Ну, правда, через три дня... Свет пропал. Ну, наша артиллерия отработала куда-то там. Хорошо попали, свет пропал в аэропорту. Два дня они нас морожили без электричества. Мы это выкручивались, вымучивались. Ребята нашли генератор припрятанный. Нашли это в скобках. Ну, в кавычках, мы не будем раскрывать военную тайну, где мы его взяли. Он появился. Да, запустили генератор, подключили себе электричество, потому что людей у нас мало. У нас были, ну, до нас еще, нашими попорядниками. Мы стояли уже видеокамеры наблюдения. Ну, потому что здание был и Донецк. А вот эта вот знаменитая девятиэтажка Пореченкова, это от нас 150 метров. Через дорогу. Через дорогу. Вы его выстрелы и на себя встречали? Нет, нас уже не было, нас уже нет. Понятно. Скажи тогда вот-вот, вы говорите там, спасибо командованию, спасибо командованию. Но вот, получается, вопреки командованию все вы удержали? Нет, просто, в основном, ну, у нас же как? У нас уберечь информацию доходит до паранойи. То есть мы вообще ничего не скажем. Куда вы едете? Для чего? Вы все расстроите по телефону. Вы сразу начнете звонить по телефону. Ну, там детей нету. Ну, по крайней мере, в моем отделении там ни одного ребенка не было. Глубого, который начнет звонить, куда мы едем. Мы никуда не едем. Ну, все. Мы родным и близким долго ничего не говорим. Мы научим. Ну, а когда солдат не знает, куда боец не знает, значит, он и задачу не ставит. А если ему не ставят задачи, значит, он не ориентируется вообще на то, что происходит. Вот опять же, штурп песок этот, 21-го числа. Про него уж никто не знает, кроме нашего полразделения. По новостям про него молчат. Про него никто ничего не рассказывает. Да потому что это было, ну, извините меня, вот так. Этого не было. Давайте так. Карта Google на двух листах, а четыре распечатаны. Пацаны, значит, тут зеленка, вот тут дорога, вот тут мост. Арта снесла все. Там пустыня, там лунный пейзаж. Пройдете, посмотрите, поможете раменам, соберете их в кучу, все. Закрепите. Не сильно курите, чтобы... Да, 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 да. Вообще, ну, аккуратненько будьте там, друг другу ноги не попостреливайте. Ну, мы же так и заехали в песке, ни одного попадания по поселку. Ни одного попадания по мосту. А там поселок стоит. Там пацаны, там поселок. Да, мы погружаемся и спешимся, и уходим в зеленку вправо, а тут трехметровый запад. Ой, а там элитный поселок, оказывается. И павлины. А там павлины, кабаны, олени. Там сосны, восьмиметровые, корабельные. Там особняки на тюканском. Да, большие. Очень большие. Оказывается, пески, самые экологически чистые. Район Донецчин. И мы приехали в местную кончу Заспор. Говорю, ой, а как же через трехметровый забор кабанам-то лезть? И чего делали? Ничего, вдоль забора, по дороге. И бежали. Игорек перебежал один раз через дорогу. Прямо в этот тополь, где он сидел. То есть они тоже не жалили Асину? Да, он нам нафиг не нужен был. То есть они просто побросали, видать? Да, кидали. Они же защищались. Это подписка. В основном, как бы, командование. Там уже кто-то был в этих домах или никого не было? Да никого там, никого. Мы не видели ни одного мератора. Вообще населения мы не видели. Мы когда с аэропорта на неделю ездили домой, в отпуск и ротация почти через месяц. Да, мы зашли 2 августа, вернулись в аэропорт. Получается. Нет, 3-го, на день ВДВ. На следующий день после дня ВДВ мы заехали. А были там почти месяц и вышли перед Днем Независимости. Мы съездили домой на 7 дней. Нас отпустили до нас. Провели ротацию. Команда не пошла на встречу, потому что тоже нехорошо. Несколько ребят изъявили желание. То есть надо же как бы подменить нас. Несколько ребят изъявили. И приехали к нам уже связисты. Даже уже не пехотинцы, а люди, которые должны быть при штабах там. И они сказали, что поедем, потому что людям нужно отдохнуть. Вот. Мы приехали. Они там пьют. Мы приехали. Ну вот, вы когда поехали второй раз, вы уже ощущали себя? Как вы выбираете? Уже военными, которые вы были? Да я еще часто себя не ощущаю. Я недавно прочитал цитату. Не знаю, кому она принадлежит, но в фейсбуке я прочитал. Значит, первый раз идешь, потому что интересно. Второй раз, потому что страшно. Ну, что мы понимали, что там ребята нас ждут, и мы обещали вернуться. Мы обещали их отправить домой тоже на недельку, чтобы они отдохнулись, семьями повидались. Они должны были вернуться, и должны пойти третья партия. 24 человека. Ну, пока мы в 11-й. Последняя ротация шла 11 сентября, да? Да. И вы с какого периода уже демобилизовались? Сколько? В марте месяце. В марте месяце. То есть, вот этот вы еще были? Ну, и ноябрь, и декабрь? Нет. Получается, подразделение было выведено полностью с 12-й бригадой. Первый, второй, третий батальоны. Четвертый БТГ были выведены в октябре месяце. Октябрь-ноябрь там был приказ на вывод, там еще полностью ротацию. Бригаду нужно было, потому что потребованные все замученные, надо было ее наполнять. Ну, кто-то раньше вышел, мы, допустим, уехали в отпуск, вернулись, а бригаду уже в рот. И вот эти последние бои, которые там об обрушении аэропорта были? Да, это без нас. Это без нас. Зимняя кампания, мы боев не застали. Знаете, есть такое хорошее выражение. Людм рождается там, где идет серьезный просчет командования. И ребята, которые лежали зимой в аэропорте, с учетом всех этих метеоусловий, с учетом того, что были разбиты остатки, в принципе, здания внутри. Там же здания, там здания нет. Да, действительно, такие большие, понимаете. Я примеряю это как бы на свою шкуру, понимаете. То есть, я в таких условиях, как бы говоря, сражался. То есть, в принципе, вы жители. Живали, да. То есть, когда на рост. Ну да, они жили там, да. Когда воды нет, когда любишь кинетки, понимаете. Когда с батареи воды сбивали. Мы были в комфортных условиях. Да, и в сравнении с ними были, конечно, хорошие условия. В сравнении, как им досталось-то вот так вот. А что есть такая легенда, что 93-й бригаде вообще ордена не дают? Потому что... А почему? В последнюю... То есть, не то, что не в последнюю, а конкретно не дают. Потому что не подчинялись там командам Минсверху. Были команды уходить, а 93-й оставалось. Ну, во-первых, у нас на тот момент комфорт МИКОЦ. Он уже в политику хотел. Давайте. Политику не будем исключать. Но военный не может быть политикой. Ты либо командир бригады, либо депутат. Пошел в политику. Политика, понятно, что кому-то не нравится. В штабе и все у нас там. Плюс у МИКОЦ всегда свои мнения есть. Там, как бы, не говорили у нас там свои счеты про МИКОЦ. Ну, вот боевые офицеры. Я доверяю людям, которые близко его знают. Тот же самый Рома Доник. Я верю в его мнение. Я доверяю. Поэтому не буду говорить, что он плохой офицер. Я думаю, что он нормальный офицер. Награды давали. Допустим, за аэропорт 93-й бригады получили. Второй батальон получили. И Багдана Хмельницкого получили. И Орден замужества. Но только вот наши подразделения получили. Потому что там предаток были аппендицитом. Нас на награждение мог подать командир роты. Что за руку имели? Сережа? Сережа. Сережа Колоди. Он погиб в аэропорту. Мы были прикомандированы к нему. То командир роты второго батальона. Харьковчанин, кстати. Сережа. Он погиб буквально через 4 лет после нашего выхода. У него был конфликт с местными аватарами. Потому что он разбивался от безделия. Но если где-то на каких-то точках будут боевые действия. Понятно, то вы вырежете. Не будете дискредитировать сборные силы Украины. Просто к чему я вел. И он в первом классе со своим подразделом. Они сказали, мы уходим. Все. Бухать не разрешаешь, мы уходим. Мы трезво и воевать не будем. На помощь к нему там. Мы не поедем. Потому что там стреляют. Хоронить трупы с енотом мы не будем. Сепаратистки. Они их стреляют. Они их будем закапывать. А вот нам каждый день, через день приезжает машина. Мы нагружаем ее подарками. И машина уходит. Может, помнишь фильм «Аэропорт»? Там, где идут, показывают документы двух сепаратистов в холодильниках. Якобы, когда ей выкличит, они своих бросали в холодильник для вооружения. Это ДРГ, которую мы расстреляли. Ну, вернее, расстреляли. Была уничтожена в бою 11 сентября. Это наши крестники. Это тоже наши заслуги. Ну, их положили в холодильник, их вывезти не могли. Ну, на тот момент уже у нас так были артиллерии с трех сторон, что под себя ходить надо было. Потому что носа на улицу не высунешь. А в новом терминале там, там же стекло и бетонные колонны там, и простенки все, и все как-то. Сижу. Не боролись. Может, не стрелить. Если, как он советский, если старый терминал был Савков. Там можно было и от ядерного удара, может быть, спрятаться на цокольном этаже. А у вас же до сих пор нет участникового действия, по-моему, да? Ну, мне прошел ответ, как бы, что не назначено. То есть, как бы, комиссия приняла решение о том, что я давным-давно, как мне сказали, но удостоверение все никак не могут выдать. Они там из какие-то маски говорят, подождите. Ну, что там запороли бланк, там неправильно написали отчество. Ну, то есть, вот такие вот. Там канцелярские ошибки больше. Документы подавались на всех одновременно. Просто долго. Это, опять же, Ваня Ночевный, да? Когда он там танкист. Ну, а за мной, да? Опять же, это же наш батальон Ваня Ночевный. Адам. Это был, он даже, по-моему, статью писал там про награждение. Вот-вот-вот, на полтора, когда они вышли на министр обороны, когда это все закрутилось, когда товарища Вурского и товарища Новикова привезли к министру обороны, да? Да, никого увольнять будем из нас, да их. Почему, вряд ли нет ОБД до сих пор. Да, люди уже на дембеле уходят. И тогда это закрутилось все, вся суета. Ну, а документы подавались еще в ноябрь-декабрь, а тут уже март, май. Слава Богу. У вас, слава Богу, какие-то денег есть? Или ничего? Слава Богу. Ну, горькая, легкая, осколочная, в руку. Но он героически сказал, я не уйду. Мы его еле-еле запихали в бэмп, чтобы он уехал на медпункт, потому, чтобы его там доктора смотрел. Забинтовал его по-летски, а не так, как он. Газета «Зупунтер» дальше воюет. Ну, он сказал, будет ждать нас. Ну, вот вы с марта здесь по хуже, почти, считай, по августу. Ваше впечатление о том мирном хорьке? Вам льготы? Какие-то приедутся? Я бесплатно маршрутки езжу. Да, шоу. Экономия, да, маршрутки, вот видите, у нас ничего с товарами. Ну, денег на проезд не брать. Ну, по земле, землю обещают. Вот сегодня как раз пойду документы отдам. Коля уже документы, которые прошли. Ну, обещать, обещают, скажем. Да, обещать не значит жениться, поэтому... Ещё, скажем так, в зиму был отпуск, когда ходил, подавал документы. То есть, по сегодняшний день я слышу, ваши документы отдали в архитектуру, рисуют планы, нумерацию, и каждый раз она тоже. На интересе пошёл в архитектуру, нашёл свой район, они по району раздаются. Расскажите, пожалуйста, на какой вообще стадии, процесс работы вашей? Нам никто ничего не давал. То есть, как бы так вот. Туда пришёл, он говорит, девочки, шо, обманывайте. Не-не-не, честно, мы действительно там вас обманывают. Ну, как будто... Футболят. Все футболят никому. В принципе, не думают саботаж. Я бы это так называл. И все краткое, и ёмкое. Ну... А саботируют почему? Как вы думаете? А, нет, это просто практика такая. То есть, работа такая вот инерция? То есть, это просто инерция? Да, у нас по-другому не бывает. Они привыкли. Они, когда устраивались на работу, так это было. Это до них было завершено. Работают так? Да, они точно так же работают. Да, я полторы тысячи зарплаты получаю, но мне надо. Вот это... И дальше сидит. Чай пьет. Знает, чем они там занимаются. Работают? Работают. У нас же борьба с бюрократией. Да, но я смотрю, бумажек все больше и больше надо. Для всего. Ну, вот мы обратились, сказали нам, да, можно написать на городского голову на помощь. Вроде как участникам АТО, да. Можно написать материальную помощь. Ну, я думаю, жена безработная. Уволилась с работы, потому что муж воевал. Детей еще в школу собирать. Напишу-ка я на помощь. Просить не хочу, да, вроде здоровый мужик. Ну, а ЧОП и нет. Ну, если... Да, ЧОП не взять. Мы пришли позавчера. Написали. Нет, не написали. Женщина – делопроизводитель. Говорит, сейчас я уточню, говорит, как писать правильно. Там, на оздоровление. Ну, то есть, опять же, бюрократические заморочки. Ну, я говорю, мне денег хватает. Крупные материальные остановища. Ну, посмелились. И все. Она позвонила в этот отдел, там, к социальной защите. Они говорят, нет, мы такую помощь не даем. Мы даем только помощь на лечение. Вот если вы сильно-сильно больны, хронически. Так, да. Кашляет, например. Причем не приобретенное в зоне АТО, а до этого. А вот тут задуматься. Я с хроническим заболеванием вообще должен был попасть. В сборные силы Украины. Как меня? Это другой вопрос. Вы не путайте, пожалуйста. Ну, тут... Да. И смешно, и горько, и все остальное. Ну, и так вот везде практически. То есть, вроде, как бы, оно есть. Но говорить особо не хотел. Да нет. Ну, а такое ощущение, что у них с кармана что-то забираешь. Ничего. Ну, и нет. У нас был начальник строевой части. Мы его быстро уговорили. Идти нам навстречу. В 903-й бригаде. Стал вот таким другом. Вот таким другом стал. В коридоре, когда видел, выскакивал из кабинета и руку тянул здороваться. Потому что знал, что с нами лучше не разговаривали. Кстати, подсказывают те методы, которые... Нет. Саня... Саня неправильно действует. Не вы слова действовали, сказал товарища. Нормально действовали. Абсолютно. Планируете что сейчас делать? Ну, какие-то есть какие-то ближайшие перспективы? Ну, Калиния служит дальше. Збройных силов Украины мобилизовался. Игорь, меня получает новую профессию. Максим Александрович на старой работе. Железнодорожник. Ну, отчего станков управления. А, Игорь, какая профессия с ним не секрет? Ну, отчего станков управления. Да, кстати, огромнейшее вам спасибо. Я очень скептически относился к центру занятости, в частности к учебным подразделениям, но полный толковый. Ребята, которые там были зимой, для меня они лично герои, я не могу поставить себя с ними на одну планку, если вы об этом. Потому что то, что там делалось зимой, я знаю, что там были вроде как даже ротации, где там не каждые 5 дней или 3 дня, все равно, понимаете, в тех условиях, которые там были созданы, и 3 дня это на самом деле на войне. Это очень много. Трое суток постоянного боя. Это очень много, на самом деле. Борьба со сном, борьба с голодом, с жаждой. Плюс тебе еще и насыпают. Еще надо сдачу давать и сдачу. Сдачу давать, наверное, для тех, кто зимнюю, осеннюю, позднюю, осенью. Вы те самые пацаны, которые взяли кальмус? Да. Командира батареи. Да. Владимир Владимирович, да, я вас знаю? Ну, насколько я знаю… Рассказывай, ты был на посту тогда? Ну, я еще один боевый стрелян на посту, второй мой напарник Олег, собственно, засеков. Мы выбежали, открыли обувь. Они остановились. Если бы они, в принципе, не остановились, машина не остановилась, они бы, наверное, смогли бы проскочить. Ну, они остановились, они перепугались и спрыгнули на другую сторону. Машина, ну, то есть прикрылась машина, начали кричать, не стреляйте, у нас полная машина. Ну, там потом, как оказалось, полная машина 122-мм снаряда. А, то есть, понятно. Поэтому они… Да, мы с ними там долго там матюкались, там… Не, они предлагали, как пацаны, что вы по нам стреляете, мы свои. Говорят, вместо того, чтобы укропом мочить, мы сейчас друг друга перелупим. Да, да, да. А получилось так, что Олег… Стас говорит, мы с Колей отдежали сутки на отдыхающая смена. Мы отдыхали как раз. Олег с Игорем заступили в 8 утра. 10 утра. Воболь на первом этаже. Семары. Уралы. Уралы. Ну и все. Олег остается на посту, Коля на посту. Игорь говорит, будем брать живье. Принимает командирское решение, пока я сомный стою в коридоре и пытаюсь надеть на себя ботинки и штаны. По игру бронежилета. И Игорь выскакивает и бежит в Донецк. Брать себе пора уже. Живьем. Живьем самого собой. Ну а что ж тут не живьем? Будем брать живьем. Ну я им как сбоку, получается, зашел. Они кричат, что мы же свои. Вы что делаете? Ну свои, заходи по одному туда. Зашел один, водила, да, зашел сначала. Завели мы. А, Игорь принимает их. Там они по одному. Ружья бросают через забор. Запускаем их. Тут же. Украинскую землю михать, как она пахнет. Чтоб не забывали. Говорю, сколько вас? Пять ранки. Там комбат, там комбат. Походит дедушка. Ну дедушкой тяжело назвать. Мужчину старше 50 лет. Видно, что волчара матерый. Коглач тертый такой. Он несколько раз дал команду в бой. Да, он пытался скомандовать. Он просто не смог их поднять на противодействие. На самом деле. То есть он, да, он постоянно вел себя так. То есть он такой, типа, это я старый. Это я там устал. И там сел на бордюр. И по сути, фактически от Максима, то есть и от остальных. То есть он просто прикрылся столбом. Столб вставлял. И он просто думал дальше. Смотрел на меня. Думал, что дальше делать. То есть у него был АПС. АПС в руках. Ну, пистолет с течками. То есть. И он дальше просто думал, что ему делать. Какая ситуация вышла. То есть фактически тогда... Он уже ходил в долг попал. Он все осознавал. И думаю, они все осознавали. Потому что мне пришлось... Фактически какая ситуация вышла. Мне пришлось открыть несколько... Ну, огонь. У меня был магазин на 45 патронов. Да. И я понимал, что мне пришлось открыть один раз огонь. Потому что они фактически, ну, уже начали... То есть я увидел, что они сейчас делают по мне огонь. И они... Рывок спел. Попытаются просто уйти под прокрытием машины. Я открыл по ним огонь. Одного ранил в руку. И тогда они уже... Закончательно сломались и перебывали. То есть... Я им просто сказал. Ребята, я вам не дам уйти. Потому что я... Или вас буду сейчас просто убивать. Или... Вы сдадитесь. Потому что я понимал, что они мне не дадут времени перезарядиться. У меня там осталось... Может, 15 патронов. Я даже не считал. Но я... Да. Я не успею. Понимаете? У меня у самого адреналин, понимаете, зашкаливает. То есть я просто не успею это сделать. Они мне это не дадут сделать. А напротив, вот тут справа еще эта девятиэтажка. Понимаете? Где там там сепартисты с самого начала. Ну и они все-таки сломались в какой-то момент. И начали по одному... Да. Первый. Пообещали, что он не будет. Да. Он мог обращаться как соединопределем. Вот так и делали. Ну вот этому водиле, которому я позитиваю. Я ему тоже жутко отдал, по сути. У меня было два жута и ему один отдал. Наказали первую медицинскую помощь. Вызвали уже редута. Редут прислал бойцов. Свой начальник разведки, турист приехал с Андором. Еще два бойца. Мы их уже связали тогда. И отправили на старый труд. За это какие-то награды? Ну, данные наши взял. Как бы я подавал. Команда была подать, да? Отключившиеся данные я подал. Он как командир отделений. Данные я подавал. Подал редуту, начальник разведки. Он сказал, ну как будет. Все, данные пойдут дальше. Но тут я еще решу на что. Потому что мы, уходя в АТО, мы все числились в разных подразделениях. Этот батальон был сводный. То есть, мы по штату в бригаде. Опять же, бюрократия. По штату в бригаде мы числимся в разных абсолютно подразделениях. Кто-то саперы, кто-то реактивщики, кто-то сантехник. Я не знаю. То есть, все на разных должностях, практически на разных подразделениях. Но мы не знаем, где мы по штату. То есть, нас вот собрали и подперли. Их вливали. То есть, если бы у меня так вот, мы даже шутили. Но, не дай бог, вот так получилось, что пойдешь в плен, спросят, кто-то поремонтирует в каком-то подразделении. И рад будешь, не расскажешь. Нам пошли изначально на встречу. То есть, нашу просьбу учили, чтобы нас не раскидывать по разным подразделениям. И нас собрали в этот четвертый БТГР. То есть, фактически, батальонно-техническую группу. Но по штатам бригады, нас все равно, они не могли по-другому, я так понимаю, сделать. Они нас все равно раскатали под существующим подразделением. То есть, один человек там, один человек там, два человека сядут. Где были места? Да. Где были закреплены места по штату? Они же не могут придумать штатные места. Потому что у них есть там пустые места по штату. Они их заполнили по сути. Ну, последний вопрос давайте, да, кратенько. Вот мобилизация, которая идет очень вялого страна, на какую были причины? Ваше мнение? И что нужно было делать так, чтобы этого не было? Мотивации нет людей. Почему? Ну, видимо, они не согласны с многими вещами. Они, во-первых, думают, что это их касается. Их не касается. Во-вторых, отношения командования, видимо. Понимаете, войной сейчас управляет политикой, не военной на самом деле. Это лично мое мнение. То есть войной управляет сейчас политикой. И в этом, возможно, для гибридной войны там и есть плюс. Но я его сейчас не вижу. То есть люди, которые принимают политические решения, на самом деле, они очень плохо сказываются на самом деле на театре мировых действий. Ну, я так это могу сказать. И люди не хотят сидеть просто в окопе. И это, кстати, относится в том числе и ко мне. Я не хочу просто-напросто сидеть в окопе с автоматом, понимаете? И чтобы по мне просто с живой мишелью для российской армии. Курсанты рязанские тренировались на нас в стрельбе. То есть, если у нас есть война, то мы воюем. Понимаете? То есть, как-то так. На войне нет такого понятия. То есть, там вот это вот, там какие-то полутона. Там есть черное и белое. Ну, для меня, во всяком случае. И нельзя. Если мы приехали, мы не можем наполовину стрелять, наполовину там не стрелять. То есть, ну это чушь, понимаете? То есть, если мы туда приехали, мы должны воевать. Нельзя забирать, понимаете? И армия это система. То есть, если рядовой с автоматом, понимаете, он... Это просто один из компонентов. Чтобы этот организм армейский работал, должны работать все компоненты. И артиллерия в том числе, понимаете? Нельзя... Задача какая, пехотинца? Ну, вот как я и себе понимал. Может, я ее неправильно понимал. То есть, наша задача просто-напросто придержать врага, выявить врага, придержать врага, навести артиллерию, грубо говоря там. Да, то есть, и фактически противника уничтожить. Да, мы никуда не наступаем, мы никуда не лезем первые. Мы просто заслужим. Как только момент этот артиллерии... Ну, то есть, банально тоже артиллерия фактически уходит. Мы, по сути, остаемся со всей машиной противника. То есть, один на один. Я не вижу в этом, как бы... То есть, ну, сколько... Понимаете, вот есть какие-то укрепления, да? Ну, тут у нас они тоже, как бы, были, да? То есть, какие-то здания, там, да? Какие-то там мешки с песком, там, и прочее. Но все это восстановить, понимаете? То есть, это все, когда разрушается, потом начинается. Бой, 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 бой. В процессе боя, когда там уже перманентный бой идет, там, неделю вы были, да? То есть, два часа ваю, час не ваю, да? То есть, это уже восстановить все, выйти куда-то, это невозможно. Потому что у тебя, там, выбора, там, через 20 метров, там, лесок и фактически противник, там, девятиэтажкой, там, или слева, там, гаражи. То есть, восстановить все это уже, там, заградительные какие-то, там, вещи, там, в принципе, сигнальные. Это все невозможно, понимаете? То есть, вся эта, пассивная вся эта фортификация, она фактически разрушается. И позиция, как бы, такая, как таковая, находится уже фактически в оперативном окружении, да? Да, и люди, опять же, идут, потеря, как личного имущества, то есть, понимаете, начиная, там, от ботинок и, там, еды, заканчивая, то есть, там, каким-то вооружением. И потеря личного состава, в том числе, потому что много являют, там, допустим, контуженные, да? Ну, мы вели огонь по противнику в закрытых помещениях с гранатометом. С гранатометом, да. Да, огромный шанс, спасибо, потому что, фактически, да, единственный, кто-нибудь. Разведчики Пятого Дука. Да. И мы вместе с ними последний день еще, ну, фактически, за счет того, что они к нам приезжали, вначале, там, по-моему, два человека или четыре. Четыре человека, но усиление постом на ночь, чтобы могли отоспаться людям. Да. Потому что мы уже были настолько вымыты, но они нас спасали. Ну, просто беспокоящий огонь, они нам жизни не давали. Днем они боялись. А ночью они начинали лупить по нам по соседству лова, надо было от них отбиться, и они пытались постоянно нас отрезать, нас отрезать, нас отрезать. Мы отбивались, отбивались. Сначала команда была у правого сектора, они приезжали только на ночь. Потом они сказали, мы уезжать вообще отсюда не будем, нам тут нравится. И все, правый сектор с нами в последние дня четыре воевал, и отлично. Отличная была команда у нас. Да, мы с нами очень хорошо. Мы сработались, мы друг друга понимали с полуслова, мы знали, чем мы занимаемся, и мы уже на тот момент уже не давали им жизни по ночам. Ну, надо выйти с тремя гранатометами в сторону Путиловского блокпоста, нарушая Минский договор. Ну, а что же ты сделаешь? Это же не 120-мм, это РП всего лишь. Но сам быстрее было. На что наша команда очень сильно ругалась. На самом деле это тут. Я говорю, ну, правильно, нечего. Противникам не надо давать ослабляться. И все, они знали, что мы там. И все, они меньше к нам везли. И с 13 на 14 сентября у нас была тихая ночь. И сразу все подумали, что что подходит. Мы решили, что надо помыться, переодеться, потому что утром к нам придут. Ну, ночью они не умеют воевать, поэтому штурмуют нас будут утром. И утром приехал БМП-танк под русскими флагами. Я говорю, нет, БМП со второго этажа с мухи подбил немножко. Я, правда, удивлен, потому что у нас все-таки через некоторое время Водителя пришел сырая. В десант попало, я думаю, что в десанту там немножко досталось. Сильно-сильно. Механик живой остался, защищен там и двигателем, и всем остальным. Я думаю, вычихался, что они выехали. Первую атаку мы отбили. Потом уже началось так ввязываться, ввязываться, нарастать, нарастать, нарастать. Потом БМП. И они уже отошли на расстояние. Они понимают, что нам неудобно вести огонь. Подкрепления у нас как такого нету. Танки к нам не идут. И они нас просто расстрелили из танка. Танковый крупнополимберный пулеметр. Да. Последнее, чтоб было, это БМП, когда, то есть, в УФО подъехало как. Вот они расстрелили, расстрелили. Потом мы его отогнали. Спасибо Адаму. Да. Который, тогда еще Айл-Накс, я приеду в любом случае. Я приеду. Я приеду. Я не буду, я приеду. Вот Адам приехал по четырем часам вечера. Расстрелят почти все раньше. Он пока к нам доехал, расстрелял практически все снаряды в танки. Он приехал одним из танков. Делал три выстрела, распугал всю эту братью. Они быстро, они наши танки учатся. Наши экипажи научились воевать. А тем более Адаму. Отдельная история. Он туда приехал, попугал их. Они разбежались. Здание уже на тот момент горело у нас. Мы уже крепко горели. Второй этаж, чердак горел. Уже огонь только с одного крыла. Второе разрушено было. На первый этаж. Ну и погиб тогда спецназовец Шахтер, позвонил инженер. С третьего плавка. Брослый мужчина. И приняло решение еще был со спецназом. Дима Фугас, тоже инженер, сапер. И Женя Скаут. Позову его. Это молоденький мальчик вообще. Ну, их учили воевать. Спокойствие, охладно кровь, опасность. Все будет, а то что. А у нас что? У нас пекарили-лекарили. У нас офицеров нет. Все время просил, дайте нам хоть кого-то. Кадрового, одного военного дайте нам. Ну, вы так хорошо воюете, да? Да. Редун сказал, вы же там бьетесь, как черти. Зачем вам офицеры? Будут там порядки. Я говорю, вы же там бьетесь, все нормально, воюете дальше. Все отлично, держитесь, пацаны. Помощь придет, тут целый взвод, тут туры, тут два танка. Вас прикроют вот так. В итоге к нам приехали правый сектор спецназ. А к Жанре БМП и приехали к нам. Из них 8 человек, даже первый раз в автомат. Они не стреляли ни разу. Они учились и пользоваться оружием и всем остальным. Спасибо, парни.